Здравствуйте, уважаемые коллеги! Был у нас такой философ Владимир Владимирович Налимов, в Минске работал. Как говорили, это последний философ 20 века. О его трудах можно много говорить, очень интересные разработки у него были, как раз о психологии человека, той самой ноосфере, что ли, можно сказать. Вот у него такая фраза есть, что континуальные потоки знаний находятся вне человека, но не вне человечества. То есть континуум, такая протяженная некая сущность, знания, все человеческие знания, которые веками накапливались, они вне человека. Вы должны их откуда-то получить, но они не вне человечества. Они среди нас всех рассеяны. Вернадский называл это новосферой, сферой разума. Вот это я к чему говорю. Ну, наверное, может и нынешняя молодежь что-то слышала о Робинзоне Крузе, книга Даниэль Дефо. То есть моряк попадает на обитаемый остров, ну там приспосабливается, создает целую свою цивилизацию, земледелие там развил, животноводство. Правда, там нашел разбитый корабль, там порох, ружье там нашел, ну как-то выжил, около 28 лет, по-моему, там на этом острове находился, создал целую цивилизацию из одного человека. Ну плюс пятница, потом Туземец там у него появился друг. Вот книга красивая, конечно, одна из великих книг человечества, но в реальности так не бывает. Вот таинственный остров, остров сокровищ, там Бенган, его тоже высадили на небитаемый остров, и тоже через какой-то, там лет через 20, ну приехали случайно или специально за ним, он там одичал, превратился в полуобезьяну, утратил речь там и так далее. Вот это реально что-то происходит с человеком. То есть, как ни странно, самый нелюдимый может, дненокий, угрюмый человек, но он не может жить без людей. Вот некое незримое поле, которое нас пронизывает, вот все в нем варимся, живем, то самое страшное наказание – это в одиночную камеру человека посадить, или высадить на небитаемый остров, даже снабдив его едой там, снаряжением и так далее. В одиночестве человек дичает, континуальный поток знаний человечества в него не передается, его психики начинают распадаться. Так что это сказки, что там можно создать новую цивилизацию из одного человека. Континуальные потоки знаний находятся вне человека, но не вне человечества. Уважаемые коллеги, есть такое понятие в психологии – ингрупповой фаворитизм. Фаворит и ингруппа, то есть группа, в которую я вхожу, я ее заведомо предпочитаю другим. Она всегда лучше, чем остальные группы. Они, может, не хорошие, не плохие, тоже неплохие, но наши все-таки лучше. Вот такое явление, вполне естественное для человека, ингрупповой фаворитизм. Экспериментально это показывали на очень таких интересных примерах. Как вот говорят иногда, социальная психология – это наука о психологии студентов-первокурсников. Они всегда под рукой, можно их купить с зачетом, чем угодно, провести эксперимент с ними. Ну, не стоит, может, распространять сразу на все человечество, но многие выводы можно сделать интересные. Но это в американских университетах, в частности, люди богатые, они часто оплачивают студентам или желающим участвовать в экспериментах. И вот она же приглашает такую группу студентов, ну, как бы случайно. Их также незаметно для них сортируют так, что они вот с разных факультетов, с разных курсов, то есть, ну, не знакомые друг с другом. Вот их, ну, сажают в аудиторию, говорят, господа, эксперимент мы будем платить, но смотрите, здесь эксперимент не просто так, по психологии, а психологии творчества. Будем называть вам интересные задачи творческие, их надо будет решать, ставить баллы. И вот кто наиболее качественный, больше решит задач, тот получит больше денег. Это справедливо, потому что такие условия эксперимента, иначе вы, ну, просто часы будете отбывать. Ну, вы не согласны, все это понятно, будем стараться. Вот. Ну, поскольку, чтобы была полная объективность, оценки будете ставить сами себе. Вернее, вот мы будем каждого публиковать, кто как решил, а вы ставите балл, считаем средний, то есть не мы будем оценивать, а сама аудитория, сама себя как бы. Ну, и третье, поскольку вы друг другу не знакомы, будем вас по номерам различать. Вот наденьте халаты, на каждом халате есть номер. Надели все, халаты. Так, ну, и вот проходит первая серия экспериментов, вторая, подсчитывают баллы и прочее, все оценивают результаты. Вот. И вот получается такая вещь. Вот, вот, ну, есть результаты, да. Кто лучше, кто хуже, там, брейтинг, что ли. Вот. А теперь, господа, посмотрите друг на друга. Вы заметили, что половина халатов розового цвета, а половина белого? Нет, не заметили. Ох, как интересно. У меня розовый цвет идет. Номера-то там общие, да, а вот цвет разный. А теперь смотрите на ваши показатели. Все, кто были в розовых халатах, высшие баллы поставили людям в розовых халатах. Все, кто были в белых халатах, поставили высшие баллы людям в белых халатах. А вы этого даже не заметили. То есть даже на подсознательном уровне человек ищет, в чем он свой. Он даже не видит, что он розовый, но всем розовым подсознательным подсознание продиктовало ему, вот этим ты схож. И они их выставили на верхний балл. То есть вот это ингрупповой фариотизм. Мы всегда предпочитаем свою группу, другим, можем с ним не враждовать даже, нормальные отношения, но мы всегда лучшие. Ну это, собственно, нормально, правильно. А плохо то, что сейчас все больше достигается атомизация общества. Каждый сам по себе, каждый в своем телефоне. Люди уже редко начинают общаться в группах, взаимодействовать с ними. Но это уже плохо, это уже может привести к разрушению общества. Будем с этим бороться. Уважаемые коллеги, наверное, самый знаменитый ректор Казанского университета за всю его историю, это Николай Иванович Лобачевский. Хотя он больше гордился званием главной библиотекарь университета. Но при этом он еще исполнял в свое время обязанности попечителя Казанского учебного округа. Он назывался только Казанский, а это и Астраханская губерния, Пензенская, ну все по Волжье практически. Такой министр образования даже не региона, а целой страны. Вот так вот попечитель выезжал на места, проверял работу учебных заведений, давал какие-то советы, всякие документы служебные составлял по этому поводу. И вот Николай Иванович Лобачевский, оказывается, в свое время очень прекрасно все объяснил по поводу щекотливого вопроса, который сейчас существует в Татарстане. Обучение татарскому языку в детских садах, в школах и так далее. И русских детей, и русскоязычных, и татарских. И он говорит, ну не получается что-то, не идет. То, говорит, часов мало, то говорит, а как же еще, какие еще часы отрезать, да? Говорит, методики не те. Да методика такая есть. Литвинова, человек покойный, забыли его методику. Был такой, это профессор в Казани. Еврей, который так знал татарский язык, что ему татарские учительницы из деревень приезжали советоваться. Но это недавно было. А Николай Иванович Лобачевский все очень четко расписал в своей служебной записке. Я просто зачитаю. В учении языков надо бы сближаться с тем способом, по которому все научаемся природному языку. Надо бы передавать познание в мере понятий и немедленно пользоваться такими понятиями вполне. Учение языков должно быть связываемо как можно более с практикой. Самые правила грамматики должны быть показаны и выводимы из примеров, которые ученик должен выучивать наперед, подобно тому, как мы наперед учимся природному языку, а потом его правилам. Тут учитель оказывает большую услугу, напишет постепенные упражнения в примерах и правилах, отсюда выводимые. То есть свой родной язык же мы не с алфавита начинаем учить или с презентом пеофиктов. Сначала мы его осваиваем в природной среде, как говорится. Потом нас объясняют алфавит, потом правила. Вот сейчас я даже читаю некоторые отзывы родителей, может быть. Вот у меня ребенок учится в школе, английский язык неправильно. Ну как можно без алфавита, не начав с алфавита, детей сразу учить произношение кем-то словам. Надо же алфавит сначала выучить. А вот тут, по-моему, правильно делают. Некую среду создать, интерес для детей. Прикольно же на английском учиться разговаривать сначала, каким-то фразам интересным. Ну а как нас учили? Да, алфавит, потом презентом пеофикты. Убивали к чертовой мать всякий интерес к иностранному языку. Ну а потом уж кого как получалось. Поэтому все мы теперь читаем, переводим со словарем. С людьми стесняемся. А Лобачевский давным-давно сказал, учить другому языку надо даже как природному языку, родному. Сначала в общении, в практике, в применении. А уж потом скучные правила, алфавит и прочее. Нет, все экспериментируем, все никак не можем понять, что давным-давно написано. Уважаемые коллеги, я недавно заметил такое явление, что ли, интересное и даже приятное. Ну, смотрите, мы ругаем молодежь постоянно, да. Хотя всякие есть, вот совсем плохая молодежь, там жертвы ЕГЭ, в телефоны уткнулись, прочие-прочие вещи. Или вот часто приводят, это выдернуто из контекста тоже, да. Вот любят такие педагоги, преподаватели, что вот не знают, каких-то слов не могут написать, прочее-прочее. Ну, не все же 100% не знают, не могут. А вот выбирают, опять же, и вот говорят, вот до чего доверили реформ образования, там, или просто поиздеваться. Не так уж все плохо в этом смысле, ну, по своим студентам могу судить. Ничего, грамотно пишут, грамотно разговаривают, ошибки бывают. Вот, ну, не так все катастрофично. Ну, конечно, есть, но главное не об этом. Есть там проблемы в образовании, в грамотности, в знаниях, в уровне знания, знания истории. Тут другое заметил. Лица изменились. Они вылезают из телефонов, ну, лет 10, может, назад еще, да. Вот в аудитории сидят, ну, на лекции, да, вот студенты все открытые, красивые, глаза умные, они все увлекаются лекцией, понимают. Кончилась лекция, они встают, выходят из аудитории, на пороге надевают такую незримую маску, такого крутого пацана, и так идет. А сейчас они маски надевают на улице, в коридоре, в аудитории, они все одинаковые. Светлые лица, доброжелательные, речь другая. Я не слышу уже слово «короче» от студентов, или «прикинь». Они же говорят там «удача тебе», что-то такое интересное, вежливое, красивое. Вот это изменилось в лучшую сторону. Изменилась среда, видимо, социальная среда, время. Вот не надо уже ходить по улицам, изображая, ты вообще лучше меня не трогай, я такой, с рогами. Нормальные люди стали ходить по улицам. Вот это, может быть, главное, положительное, что стало проявляться в нашей молодежи. Но всякий отброс, они всегда есть и будут. Сейчас даже опасаются, что и школьное поколение приходит, что-то не очень хорошее. Ну и тоже бывает, что событие одно какое-то есть, нехорошее, то его раздуют, что прям все такие и так далее. Но в целом что-то такое, ну всегда же, бытие определяет сознание. Улучшилась установка в стране, в экономике, при всех там кризисах и прочее. Ну не 90-е годы. И поколение другое уже появилось. Действительно свободное, раскованное, в хорошем смысле, не наглое, хамское. Раскованное, свободное, нормально, и, главное, с нормальными светлыми лицами. И это хорошо. Уважаемые коллеги, продолжаем разговор о казанских улицах. Наверное, вот еще самая необычная, даже не говорю, одна и самая необычная улица. Там нет табличек, она имеет название, там уже мало кто помнит. Но это проезд Шейнкмана. Шейнкман был, Яков Шейнкман, по-моему, председатель был Казанского городского комитета большевиков. Во время гражданской войны попал. И вот вместе с Полонуром Вахитовым, другими товарищами, его расстреляли в Кремле, в Гауптвахте. И вот тот от Спасской башни, ведущий к Тайницкой башне, он там единственный, собственно, проезд в Кремле. Вот он называется официально проезд Шейнкмана. Табличек там нет, но вроде никто не отменял этого названия. А название у него есть. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok